Конечно же, я и сам лично, как премьер-министр, и в рамках поручения президента республики Татарстан предлагаю кандидатуру на должность мэра Макдеевна Ильгамбарыча, человека, который я знаю уже 20 лет, наверное, да, Ильгамбарыч? Знаю очень хорошо, как сильного руководителя Бугульмы, Бугульминского района, главы администрации, коллеги моего того периода. При этом хочу вам сказать, что Бугульма тоже никогда не был простым городом. Это железнодорожная станция, это достаточно такой всегда бурлящий организм был, и Ильгамбарычу удавалось в такие достаточно непростые годы решать социальные проблемы бугульминцев. Не случайно они и тогда его любили, и любят до сих пор. Знаю хорошо его, как коллегу по правительству. Поверьте, это очень непросто работать министром лесного хозяйства, тем более в рамках новых вызовов времени, когда президентам были поставлены задачи по привлечению серьезных инвестиций в эту отрасль. За короткое время были построены новые и семеноводческие комплексы, и целый комплекс по подготовке и обработке древесины. Удалось привлечь в Республику Татарстан крупнейшего в мире инвестора, компанию Костомону, организовать поставку сырья, обеспечить систему противопожарной безопасности, переснастить технику. Поверьте, это очень большой объем работы, который был сделан за очень короткий период. Знаю его всегда, как человека очень требовательного к коллегам и одновременно очень напористого в решении задач. Когда-то Бугульмы, потом Министерство, сегодня Набережных Челнов. Но прямо не знаю, даже сегодня, эти короткие месяцы, которые на Эльгамбарыч работают, можно смело назвать его челнлинским бронепоездом во всех кабинетах города Казани. Не случайно так много за короткий период реализована задача. И поэтому я хочу сказать, что я уверен абсолютно, что в случае вашего избрания этот путь, который уже начат, он будет продолжен. Много новых задач стоит перед Набережными Челнами, много вопросов челнлинцы задают. Ну, кстати, это тоже естественный процесс. Знаете, чем больше чего-то строится, тем больше вдруг начинаешь видеть, что чего еще не построено. Но уверен, что эти задачи, они будут решаться. Я в соответствии с уставом муниципального образования города Набережные Челны вношу от имени президента республики Татарстан Рустама Нургалевича Миниханова на ваше решение для избрания на пост главы муниципального образования города Набережные Челны кандидатуру Наиля Гамбаровича Магдеева. Спасибо. Продолжение следует...